я сейчас хочу поделиться с людьми которые на ю тубе своим сегодняшним шоппингом небольшой шоппинг но зато дорогой ну как дорогой я взяла на селе это все но зато очень красивая фирма я только фирменные люблю я не люблю спускать деньги на какой-то хлам лучше купить я кстати впервые сталкиваюсь с этим брендом я вам покажу это итальянский бренд все кожаная здесь внутри но я не знаю что это за бренд я хоть и у меня есть свой магазин с брендовой одежды но бренды вижу в первой в общем они смотрятся просто роскошной и купила и можно показывать цену youtube не банит ну в общем я купила на селе я купила на селе и сел получается мне они вышли в 100 фунтов конечно все красоты невозможно передать на камере потому что они не блестятся ну и на ноге они смотрятся просто это просто там не знают класса люкс обувь значит берем следующие они тоже в такой же цене они офигенно красивая вот тоже этот же бренд и все натуральная кожа камни великолепного качества очень красивые очень их можно найти даже платил каким-то они смотрятся очень круто и они тоже на селе купила это была единственная пара как эти как и эти же тоже за 100 фунтов тоже купила вот чем очень рада оригинальная цена у них я не знаю какая но больше 300 это точно вот видите но я не знаю камера к сожалению не передает качество камней потому что есть обувь с камнями но если обувь с камнями но она она камни дешевая вот здесь нет здесь качество просто офигенно потому что хороший бренд и естественная цена соответствующих а эти биба бренд это недорогой бренд насколько я знаю это итальянский нет не итальянский испанский бренд вот они такие очень шлепанцы допустим на лето если довольно неплохо смотрится я люблю все только выдающиеся что-то примитивное банально мне не интересно никогда это ну вот такой вот у меня стиль и образ жизни и я люблю чтобы у меня было все не так как у всех туфли конечно эти можно нарядить я не знаю только на какие-то мега интересные события потому что они слишком помпезные опять же на камере этого не видно потому что вот это так вот этот узор как петушины как у петуха форма как у петуха на голове красиво очень и камни красивая в общем роскошь вот вот так вот ноги это смотрится конечно иначе видите там металлическое лога этого бренда еще раз вам покажу как называется я жгри я впервые сталкиваюсь я работаю с именной одежды у меня свой магазин но причем еще с 80 у меня свой магазин уже был то есть когда когда ни у кого ничего не было у меня можно было купить что-то интересное ну вот казалось бы шлёпанцы но это шлёпанцы такие которые можно надеть и с платьем и где-то в отеле класса люкс там в круизе в хорошем господи я имею виду в круизе в хорошем месте без каблука удобно а эти биба вот смотрите видите это четвертый размер либо там вообще это испанский бренд испанская обувь считается очень хорошая одна из лучших в мире вообще если кто не знает так вот знаете испанская обувь считается самая лучшая в мире даже бывает превосходит итальянскую вот но эти как бы недорого стоят вот там начинается но не такие тоже тоже секси хорошо смотрится очень на ноге и классно вот так что поделилась я с вами прекрасным обожаю когда я покупаю что-то наконец-то вот необычное неординарное потому что ну я не с этой категории как бы я никого не осуждаю каждый человек одевается так как он хочет у меня совершенно другой стиль я даже кэжу я люблю чтоб был необычный но это понятно что это не кэжул нет безусловно это вечерний вот это кэжул вот а это вечерний две парочки ну так что у каждого свой стиль у меня он такой вот так что я люблю роскошь мне нравится роскошная одежда тем более у меня к ней доступ был еще я говорю восьмидесятых поэтому поэтому ребятки знаете сложно отказаться от красивого когда привык привыкла к этому в принципе я с детства привыкла у меня у меня мама наряжала красиво я заказы давала еще будучи маленькой девочкой потому что тогда еще у нас в одессе когда мы жили в одессе можно было купить на толчке на толчке это продавали допустим как в одессе говорят морячки то есть это жены моряков кстати мой отец тоже моряк он работал старшим механиком на судах рыболовецких ну в общем у нас был толчок я помню когда еще была маленькая и называется называется толчок так вот на таком сленге и там продавали морячки и продавали посылочницы посылочницы это люди у которых допустим родственники жили в америке или в других странах и писать это какие годы да и было очень все очень можно было купить красивое тоже стоило конечно дорого не каждый мог себе это позволить но моя мама и папа могли позволить поэтому то есть я уже с детства как бы была избалована этой красотой все разные ну и потом как бы я сама люблю сама люблю чтобы это допустим красота допустим создавать что-то в том числе могу свои какие-то модели я делаю да и продаю иногда но здесь в англии довольно сложно с этим потому что здесь сложно найти хорошую партнер чтобы исполнила исполнила потому что я не делаю примитивные вещи я если что-то делаю то это уникальное что-то в общем как бы поделилась с вами я сегодня счастлива я каждый день счастлива а сегодня я очень удовлетворена шопингом небольшой но качестве так как я предпочитаю пусть будет немного но я всегда говорю с младшей дочке старшей я говорю девочки покупайте себе одно но хорошая не надо спускать деньги на много вещей но которые которых вы будете сливаться с толпой я категорически против этого всегда у меня это с детства так что мы на этом можем и закончить желаю всем всего доброго хорошего и спасибо за просмотр спасибо за просмотр